Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в стране была установлена в 2005 году. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить страшных трагедий. Классные часы и лекции в контексте темы от сотрудников линейного отдела транспортной полиции в этот день прошли в школах Нерингринского района. Это информационное мероприятие, мы должны донести информацию эту до детей. Дети у нас, наверное, в таких мероприятиях ведут себя очень ответственно. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями ни в чем не повинных людей. И несмотря на совершенствование системы безопасности, сегодня единого оружия против этой беды нет. Нужно, чтобы был мир на всей земле, нужно, чтобы люди дружили друг с другом и не было никаких обделенностей. Показать, как могут быть дружные люди, и это может помочь остальным понять это. Для сотрудников линейного отдела транспортной полиции мероприятия подобного характера стали традиционными. Цель проста – вложить в сознание детей правильное отношение к подобным ситуациям. Что такое горе, да, что такое массовое горе. И каждый из нас пытался быть более бдительным и уберечь своего близкого. Вот этими всеми роликами мы хотим воспитать в детях только чувство солидарности друг к другу, чувство дружелюбия и любви к ближнему, к самому себе. Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Именно бдительность и ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК САХА, Нерингри.